Таджикистан укрепляет свои позиции на границе с Афганистаном. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете все подробности строительства нового КПП на таджикско-афганской границе. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Уважаемые зрители, если вы ждали знак свыше, чтобы изменить свою жизнь, то вот он. Многие из вас писали нам по поводу того, как можно повысить свой доход путем перехода на работу в интернете для мигрантов с полного нуля. Мы нашли, как помочь огромному количеству мигрантов, то есть нашли, как можем помочь вам найти себя и зарабатывать достойные деньги. Для того, чтобы попробовать себя в работе онлайн, при этом ничем не рискуя и не уходя из текущей работы, оставьте свои данные по Google форме ниже под видео и мы с вами свяжемся. Таджикистан получил необходимые средства для строительства контрольно-пропускного пункта на границе с Афганистаном. Об этом рассказал спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он отметил, что строительство современной погранзаставы осуществляется при участии России. Этот проект реализуется в Таджикистане, все средства выделены, подчеркнул Кабулов. Напомним, о строительстве нового КПП на границе республик стало известно во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мае в Душенбе. Он подчеркнул, что Российская Федерация озабочена активизацией боевиков в северных провинциях Афганистана и готова оказать Таджикистану необходимую помощь. Будем реализовывать это на практике, оказывать Душенбе всю необходимую помощь в борьбе с терроризмом, экстремизмом и оборотом наркотиков, заявил Лавров. Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители, секретарь этой организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Напомним, что министр иностранных дел Российской Федерации накануне приехал в столицу для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Представители стран согласуют планируемый к принятию на саммите пакет документов и решений. После заседания министры проведут встречу ШОС Афганистан, на которой обсудят нестабильную обстановку в республике. Как вы думаете, нужна ли нам новая погранзастава? В это время свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!